всем привет добро пожаловать в новый урок по 3d max меня зовут гэвин в этом уроке мы посмотрим на работу с актив x в пользовательском интерфейсе макс крипт актив x это можно сказать блок кода который можно вставить в какой-нибудь там свой код вы можете использовать и создать свои собственные актив x контроллеры такой как бы продвинутый компонент который можно встраивать свою программу то есть например вы можете вставить какой-нибудь медиаплеер какой-нибудь календарь даже какой-нибудь там плагины из шок вейф то есть вот эти флэш очень широкий спектр применения можно например даже проверять обновление своего плагина то есть там нажимаете кнопка update она присоединяется к сайту и смотрит если новая версия потом она скачает его там установит вот это все короче автоматически также вы можете создать какую-нибудь справку там интерактивную то есть очень много применений также есть разные способы добавления актив x в код так давайте создадим новый скрипт создаем меню rollout тест эй актив x текст называем итак мы будем делать также как и раньше но немножко по другому итак мы создадим плавающее окошко на которой мы можем назначить наше меню такое окошко мы можем назначить несколько меню new rollout флоттер называем тест апп пишем размеры так вот наше окошко она есть видите там ничего почти нет теперь нам надо добавить с помощью функции наше меню туда add rollout тест эй то есть мы добавляем вот это окошко rollout тест эй в наше плавающее окно так теперь запишем наше окошко в переменную чтобы объяснить команде add rollout куда мы будем добавлять вот это окно тест эй то есть не у f равно и вот этот текст то есть когда мы создаем вот этот rollout мы добавляем тест эй в флоттер как видите вот у нас есть теперь актив x тест ну тут у нас ничего еще нет так теперь давайте попробуем добавить что нибудь в свиточек вот этот rollout пишем команду актив x-контрол внутреннее имя и икс это как бы внутреннее имя и теперь какой контролем мы хотим добавить вот здесь строчках пишем как бы картинку так ширину высоту добавляем то есть мы вписываем имя файла и путь к нему как видите это у меня картинка икс мы можем добавить не только окошко но и например какую-нибудь ссылку на сайт поменяем разрешение например на вот такое выполняем как видите выскакивает веб-сайт то есть как видите он работает у нас как и в браузере то есть мы как бы засунули интернет-эксплорер в наш скрипт то есть как видите работает точно так же как любой браузер мы можем даже написать какое-нибудь сообщение вот этому пользователю то есть в принципе это как будто интернет-эксплорер у нас в окошке как видите здесь конечно же не так все работает как в браузере то есть мы не можем добавить какой-то файл например а также ограничено функционал клавиатуры вот здесь то есть пока что закроем это так же мы можем открыть какой-нибудь документ например ртф вот этот 3ds max как видите принимает такие файлы как видите ничего не работает то есть если он не распознает разрешение он выдает ошибку давайте попробуем например запустить какой-нибудь флэш файл как видите у нас опять ошибка даже я раньше говорил что флэш принимается но это надо делать немножко по-другому что мы можем сделать например добавить календарь итак нам надо сначала получить класс айди календаря или объекта какого мы хотим добавить открываем microsoft фронтфейдж переходим в режим дизайнером итак если мы хотим вставить какой-нибудь например веб компонент как видите вот здесь у нас есть список активикс компонентов которые мы можем добавлять также мы можем здесь все настраивать тоже как видите это список активикс контроллеров которые у меня есть на компьютере выбираем календарь как видите есть красивый календарчик такой идем в код то есть чтобы у нас отображался код и здесь есть класс айди копируем его возвращаемся в 3d max и вставляем класс айди уникальный то есть никакой другой контроллер не может иметь такой же айди и как видите у нас получится такой красивый большой календарь давайте поменяем ширину и высоту что был поменьше конечно же календарь возможно вами не нужен но я просто вам показал как пользоваться класс айди так так следующий код я беру можно сказать прямо из справки то есть мы будем выводить все характеристики которые нам доступны и так создаем кнопку называем ее btmprop текст на ней будет show properties и задаем позицию кнопки пост двоеточие 320 и 10 передвинем немножко дальше также нам надо лист бокс то есть списочек здесь у нас будут как бы назначаться характеристики называем его лист проб называться он будет отображаться properties задаем позицию задаем также вот здесь ширину давайте посмотрим как все это выглядит так надо сделать поуже и передвинуть подальше наверное вот так лучше теперь нам надо добавить edit box то есть здесь мы можем что-нибудь редактировать называем его называем его имя будет вильям задаем позицию Задаем ширину. Вот так лучше. Так, давайте передвинем так, чтобы у нас там все совпадало с кнопкой туда поближе. Итак, у нас получается такое странное окно. Ничего страшного, мы же только учимся. Так. Итак, когда мы будем нажимать кнопку Properties, у нас будут там назначения какие-то происходить. Итак, on btn-prop, press, то есть когда мы нажимаем кнопку, do следующий код в скобках. Мы вызываем функцию Show Properties. Чего же мы будем показывать характеристики. Вот этого ActiveX элемента. То есть мы получаем характеристики вот этого элемента. И все это будет выводиться нам в ListBox. Так. Так называют ListProp, мы получаем доступ к элементу Items. Потом равно GetPropNames, то есть мы получим имена характеристик от элемента AXC. То есть мы выведем имена всех характеристик вот сюда в список. Как видите, нажимаем Show Properties. Как видите, вот здесь список всех характеристик. То есть контроль над календарем у нас есть. Теперь нам надо сделать так, чтобы когда мы выбирали какой-нибудь элемент, у нас появлялось снизу вот здесь его значение. Итак, пишем on ListPropSelected. Потом задаем переменную S1. То есть мы как бы будем передавать элемент, который мы выбрали, в переменную S1. И делаем следующий код. Задаем временную переменную. TMP равно GetProperty от AXC. Мы хотим получить характеристику из AXC, то есть контроллера ActiveX. Какую характеристику мы хотим получить? Это ListProp.item. А потом в скобках мы пишем S1. То есть в этой временной переменной у нас будет как бы храниться значение из характеристики какой-нибудь. Дальше мы пишем eval.txt. То есть мы получаем доступ к текстовому полю. И туда записываем переменную TMP как строку. То есть вот это SString. То есть мы говорим, что хотим записать данные именно в типе строка. На всякий случай, если это у нас какое-то там, например, цифра или значение, что-то такое. То есть записываем значение как строку. И ничего не происходит. И вот почему. Так, почему же ничего не происходит? Чтобы это определить, мы можем написать вот здесь try. Это как бы функция, которая позволяет захватить ошибки вот этой функции. Try, а потом идет catch. Если мы пробуем, и если есть ошибка, мы ее ловим. И если мы ее ловим, то тогда у нас TMP будет равно undefined. То есть не определена будет эта переменная. Так, опять не работает. Почему? А, да, вот здесь я допустил ошибки в названиях. А, да, вот. Все, проблема пропала. Как видите, теперь у нас все работает. То есть когда я выбираю что-нибудь из списка, оно у нас отображается вот здесь. То есть как видите, я просто подопускал ошибки вот здесь в написании некоторых слов. Выполняем скрипт. Как видите, я выбираю какую-нибудь характеристику. Меняю тут ее значение. И как видите, 3ds Max пытается поменять что-то. И так давайте теперь займемся чем-то другим. Идем обратно вот сюда. Выбираем дизайнер. ActiveX контроллеры. Выбираем shockwave flash object. Вот здесь ищем наш svf файл. Копируем id. И вставляем его в наш скрипт. Теперь, когда мы выполним это, как видите, получаем белое окно. То есть MaxRib ничего не назначил. Но если мы нажмем show properties, как видите, мы получаем характеристики этого элемента. Но ничего нет. Давайте создадим еще одну кнопку. Внутреннее имя pick svf. Так же само и назовем эту кнопку. Задаем позицию. Как видите, новая кнопка создалась. Так, нам надо, чтобы когда мы нажимали на эту кнопку, открывалось окно, в котором мы можем выбрать файл. Так, on pick svf pressed. Do. То есть, когда мы нажимаем на кнопку, сделать следующий код. Так, мы хотим, чтобы выскочило диалоговое окно выбора файла. Сначала нам надо сделать переменную, в которой будет имя файла. Newf равно получить имя файла. Get open file name. Дальше пишем имя вот этого окна. Потом pick as svf file. То есть, это надо выбрать как svf. То есть, мы как бы сразу задаем так, чтобы мы могли выбрать svf file. Итак, теперь мы можем ввести проверку. If newf не равен undefined. То есть, если у нас файл выбран, тогда... axc.movie равно newf. То есть, мы назначаем вот этот svf файл в элемент axc. Выполняем. Так, нажимаем show properties. Pick svf и выбираем вот этот splash. Как видите, вот здесь мы выбираем характеристику movie и получаем значение, где прописан адрес этого файла. Теперь, когда мы начинаем вот здесь вводить мышкой, у нас все правильно работает. То есть, flash вот этот объект работает нормально. То есть, как видите, это очень удобно, когда мы хотим сделать что-нибудь такое интерактивное. Также, у пользователей может быть, например, не установлен вот этот плагин shockwave. Поэтому, вам надо с плагином и распространять, наверное, инсталлятор вот этого shockwave. Что ж, я надеюсь, все было вам понятно. Что ж, увидимся в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...